Всем привет! Сегодня посмотрим видео на канале Vogue, как Рианна показывает, как накраситься на вечеринку за 10 минут. Соответственно, попробуем выполнить ее макияж. Секреты красоты. Рианна о любви, эмоциях и лете. Нет, так я толстая. Всем привет! Лучше не буду так говорить. Совсем как будто... Я каждый раз записываю приветствую. Скушка. Привет! Тихо. Привет. Я покажу вам, как я делаю макияж. Для всех подписчиков, блогеров и фанатов Vogue. Сегодня оторвемся. Надеюсь, вы готовы. Начинаем с основы. Аккуратности от меня не ждите. Поехали. Основа под макияж. Я так понимаю, она тут будет своей косметикой пользоваться. У меня будет чуть-чуть другая, но похожая. Я так понимаю, она тут берет очень плотный тон, поэтому у меня будет катрис такой тон. Это для меня беспроигрышный вариант. Ровно ложится. Уф, это только пол лица. Могу сделать макияж за 10 минут, но иногда кажется, что за 10 часов. Зависит от планов на день и от того, сколько у меня времени. Отлично наносим. Мой следующий шаг – контуринг. Берем тон мока и рисуем здесь. Контуринг. Контуринг стоит подбирать. Под ваше лицо, а не слепо следовать мастер-классам в YouTube. Потому что форма лица у всех разная. У меня огромный лоб, поэтому накладываю контур вот здесь, чтобы скрыть это. Правильно? Прямо у кромки роста волос. Терпеть не могу, когда... Окей, я не люблю кремовый контуринг, но для этого видео я его возьму. Мне, конечно, не очень нравится, что он тут прям такой темноватый, но выбора у нас особо нету, потому что это слишком светлый. Но я его растушую, и все будет хорошо. Причина, почему мне не нравятся кремовые скульпторы, ими очень тяжело работать. Можно легко поставить себе пятно, его будет очень тяжело вытягивать потом. Намного лучше и проще взять сухой и им проработать. Ну, посмотрим, что у нас в конце получится. Рядом с волосами остается светлая полоса. Переход должен быть естественным. Теперь вдоль носа. Поначалу контуринг всегда смотрится абсолютно дико. Спрячем второй подбородок. Да. Окей, нос и подбородок. Я научилась контурингу, когда набрала вес. Представьте себе. В таких случаях это очень кстати. Толстеешь, и щеки пухлые, как у младенца. Приходится всасывать. Как-то так. Я всегда сначала накладываю все темные тона, а потом только хайлайтеры. Сейчас немного неравномерно, но я это исправлю. Я стараюсь рисовать треугольник вот здесь. Когда визуально удлиняется шея, двойной подбородок исчезает. Сначала немного разогреем его на руке. Вот так. Теперь один мозог здесь. Консилер. Все знают, что консилер скрывает мешки и темные круги под глазами. Похмелье и жизненные ошибки. Вот оно. Лекарство. Мой день обычно зависит от настроения, от обстоятельств. От лени моей тоже зависит. От количества дел, от того, с кем я встречаюсь. Все это влияет на мой выбор макияжа. Если я его делаю. И на то, насколько он яркий. Дальше она взяла консилер. Я тоже понимаю, он довольно-таки плотный. Она его наносит прям под все веко и заходит тоже на нижнюю часть. Получается, как такой треугольник. Я раньше так рисовала, сейчас я особо так не рисую. Но попробуем. Теперь все более равномерно. Ух ты. Итак, теперь вокруг носа. Я недавно была на солнце, и у меня обгорел нос. Вверх и вниз по переносице. Пора позаб... Пудра. Эту пудру я использую для фиксации контуринга, для фиксации макияжа, для избавления от жирного блеска, особенно в течение дня. Это вам не шутки. Всегда... Мне очень понятно, какую она пудру берет, она с оттенком или нет. Но, скорее всего, если она закрепляет ей контуринг, то это бесцветная пудра. У меня тоже такая есть. Нашу с собой. Из дома без нее не выхожу, и если она не помещается в сумочку, я просто меняю сумочку. Правильно, в чубыне. Кажется, не хватает теплых тонов. С этим нам поможет бронзер. Прямо поверх контура. Растушевываем как следует. Бронзер. Обязательно. Окей, берем бронзер. У меня не бронзер, у меня бронзирующая пудра, но они, в принципе, похожи, поэтому разницы особо не будет. Обязательно немного на лоб. Вот так. Как видите, все не так уж сложно. Если уходит много времени, значит, я просто ленюсь. Вдоль переносицы. Дальше. Брови. Брови. Я использую тот же бронзер, чтобы добавить теплых тонов. Ох, я на ней показала, как она рисует брови. У меня, в принципе, сейчас уже покрашены брови обычной краской. Я чуть-чуть нанесу какой-нибудь карандаш и гель для бровей. Хотите, очень интересный факт, пока у меня софтмут в брови. Как ты думаешь, почему именно тыква символ Хэллоуина? Ты почти угадал. Короче, она не несет никакого там мистического подтекста, просто тогда тыква была самым доступным и дешевым овощем. Смотрите, глаза начинают немного оживать. Видите? Я с детства любила... Окей, она взяла бронзу и прорисовала форму глаза. Сделаем то же самое. Наблюдать, как женщины делают макияж, особенно мама. А потом я начала работать в отрасли, где макияж обязательная часть повседневной жизни. Так что я многому научилась. Я раньше в школу каждый день красила стрелки, даже с класса седьмого. Лучший учитель это ты сама. Никто лучше меня брови не сделает и контуринг носа. Потому что я чернокожая и это очень особенный нос. Дальше, переходим к теням для век. Я вас умоляю. Я вас умоляю. Правильно? Да. Начнем с розового на веках. Это цвет... Гады. У меня есть такой оттенок из палетки Make Prevolution. Кстати, у меня есть обзор на эту палетку. Поэтому прошу, жду. Сейчас посмотрим, как она его наносит, только на центр века или дальше тоже. Это заката любви эмоций из Терф. Окей. Тени для век. Не так сложно. Я всегда наношу теплые тона на нижнее веко. Придает глазам выразительности. То, как я наношу тени, зависит исключительно от моего состояния. Как правило, достаточно нанести у корней ресниц, но сегодня я совершенно не выспалась. поэтому закрашиваем нижнее веко полностью, иначе будут видны все морщинки, поверьте. Вот смотрите. Растушевываем. А теперь самое интересное. Берем... Она сказала, что она берет теплые оттенки. Но я думаю, в принципе, бронзер тоже подойдет, потому что довольно-таки пигментированный и теплого оттенка, поэтому возьмем бронзер. Интересное. Берем те же тона. Румяна. Румяна тоже полностью зависит от настроения. Иногда хочется естественности. Тогда достаточно совсем немного бронзера. А иногда хочется быть яркой, как сейчас. Сейчас у меня очень летнее настроение. А для лета чем ярче, тем лучше. Мы тоже хотим быть яркими, поэтому возьмем румяна с блестками. Я так понимаю, она смешивает два оттенка. У нее одни такие более оранжевые, вторые более розовые. Это какая-то старая палетка NYX. Я не знаю, я не хочу, выпускают или нет. Она уже тут чуть-чуть разбилась. Вот. Буду брать вот этот оттенок и рядом который с ним. Они довольно-таки хорошо мерцают, поэтому думаю, будет хорошо. Когда наносите румяна, обязательно улыбайтесь. Вот ваше лицо. А вот ваши щечки. Видите? Улыбнулась и сразу видно, куда нанести румяна. Рожа. Кстати, хороший лайфхак, потому что сейчас, я заметила, очень многие делают такой лифтинг-эффект, то есть, они румяна чисто сюда наносят. Но, как я говорила, всегда в макияже нет никаких правил, поэтому вам нужно наносить так, как вам идет. Кому-то идет улыбаться и на щечки наносить, кому-то выше, соответственно. Единственное, что могу сказать, когда наносите именно вот сюда на эту зону, тогда визуально чуть лицо расширяется. Наверняка вы заметили, что я использую обалденную кисть. Я прозвала ее акульим зубом. Это кисть для скул. Она идеальна. У меня нет, к сожалению, такой кисти, но ладно. Повторяет контур скул. А теперь попробуем вот это. Правда класс? Честно говоря, меня иногда заносит. Я об этом знаю. Я всегда использую слои разных хайлайтеров. Тут требуется особая методика. Главное понять, какой именно образ вы хотите создать. И тогда цвета смешиваются в единое целое. Смотрите, какая красота. Я сразу зарядилась энергией. Хайлайтер теперь переносится. Кисть та же. М-дом. Можно даже добавить вдоль брови. Вот так. Главное в использовании хайлайтера не бояться. С ним всегда прикольно экспериментировать. Ему место не только на скулах, как многие считают. Макияж это игра. Получайте удовольствие. Соглашусь. У меня будет такая кисть для хайлайтера, но я не скажу, что она очень хорошая. Во-первых, после первого мытья она стала слишком толстая. Она была намного тоньше. А во-вторых, когда вы наносите такими кистями, вы можете поставить кисть так, а он нанесет в итоге ниже хайлайтер, потому что неравномерные эти щетинки. Поэтому для некоторых зон, например, под бровью или же на носу я беру обычную пушистую кисть, которая для растушевки теней и ей прохожусь. Либо какой-нибудь плоской кистью, по которой вы сможете понять, где он точно нанесет хайлайтер. Люблю подкрашивать уголки глаз. Появляется некая дерзость, перчинка вместо изюминки. Я не знаю, что она конкретно наносит, как блеск, маловероятно, что это блеск, поэтому возьмем просто тонкую кисточку и хайлайтер также нанесем в таком же расположении. Я не знаю, что она конкретно наносит на вот эту часть глаза, выглядит как какой-то блеск, но я возьму такой карандаш блестящий и нанесу его во внутренние уголки глаза. вот смотрите ресницы ресницы А теперь перейдем к губам. Она тоже не показала, какую она тушь использовала, как она накрасила, поэтому будем пользоваться чем вам пользуемся обычно. У меня такая тушь от ресницы самая обычная. Очень свежий цвет как раз под стать образу. В тюбике кажется розовым с легким намеком на золото. Смотрите какой он на губах. Блеск для губ. Серьезных слов нет. Красота. А я еще ничего. у меня у меня похожий блеск. тоже будет чуть-чуть таким золотым отливом. хлеб. Ладно, мы я забираю свои слова назад. Он не выглядит прям очень таким золотистым, но в жизни он более золотистый, чем на камере. в общем в конце она просто наносит свой этот body love я не буду наносить потому что мне некуда у нас сейчас принципе не жаркая погода она там рассказывает что она делала сама блестящие масла на что в принципе мы сейчас делаем некоторые там детское масло добавляют туда шиммер какой-нибудь бронзеры мажутся не знаю если куда-то выходите на лето тоже какая-то вечеринка можно на ключицы нанести на выступающей зоны хайлайтер я думаю в принципе будет достаточно в общем что насчет макияжа сначала думал что мне вообще не пойдет прям потому что цвета совершенно не мои но сейчас в принципе выглядит довольно хорошо единственное что я бы справила мне не очень нравится что шея не закрашена опять же таки это дело вкуса дело тона если у вас принципе не сильно он отличается с шеей то выглядеть будет нормально может быть я бы прокрасила внутреннюю часть глаза я бы сделала более и темный но так в принципе мне все нравится как вот называется видео показывают как накраситься на вечеринку за 10 минут отличный вариант в принципе вот этот малиновый оттенок он тоже очень хорошо сочетается с вот этим теплым коричневым оттенком поэтому хайлайтер тоже очень хорошо уселся никогда бы не подумал что блестящие румяна могут хорошо выглядеть я при оле только матовыми пользуюсь поэтому да мне понравилось сносно на этом все спасибо большое что посмотрели это видео и мы с ряной с вами прощаемся всем пока